Есть турник и брусья, скамья и гантели до 50 кг. Толк будет от занятий при карантине? Если ты еще крепеж для штанги, стоечку поставишь, ты можешь себе домой абонементы продавать. Конечно, можно супер полноценно тренироваться с таким огромным арсеналом весов, 100%. Q8 подари. Ну, слушайте, я же не Тимати, это Тимати может. Но мысль разыграть автомобиль у генетика была. Когда вам рассказывают, что это все фигня, купи желатин в магазине, добавь витаминчика С, это херня, друзья, пусть люди, которые вам это рекомендуют, изучат вопрос, насколько будет сильно усваиваться желатин. Друзья, рад вас приветствовать. Искренне надеюсь, что в камере хватит батареи. Это ответ на ваши вопросы. Канал Генетик, с вами я Рафа Анхалецкий. Поехали. Кстати, из хорошего я помыл машину. Блин, как же она здорово выглядит, когда она чистая. Давайте так, лучший вопрос, который наберет больше всего лайков под этим видосом. Помните, да, под видосом можно задавать вопросики свои. Лучший вопрос, в подарок будет вот такая шапка. Еще прохладно, поэтому давайте. Подгончик. Подгончик будет царский, а все зависит от ваших лайков. Так что не обижайте друг друга, поддерживайте. У меня сегодня по плану тренировать я буду руки. Ваши вопросы у меня сегодня с инстаграма, потому что пост я сделал вчера. И по количеству вопросов я вижу, что их уж достаточно. Просто мне, наверное, больше даже выпуск не влезет. У нас есть одно деление камеры. Давайте сразу к первому вопросу. Потом я одену перчатки, начну разминаться. По плану тренировка очень легкая, потому что я, так скажем, отдыхал какое-то время. И сейчас даже сухожилия еще побаливают. Тут же интернет плохо работает, е-мое, во дворе. Я пока ставлю паузу, делаю подходик. И потом приду, как загрузятся вопросы, я сделаю скриншот. Сбегаю к Wi-Fi. Давайте. Ну что, вопросы я подзагрузил, друзья мои. И давайте сразу, сразу перейдем. Если дома есть турник и брусья, скамья и гантели до 50 килограмм, полный ряд, толк будет от занятий при карантине? Дружище, с таким арсеналом весов, турником и брусьями, если ты еще крепеж для штанги, стоечку поставишь, ты можешь себе домой абонементы продавать. Конечно, можно супер полноценно тренироваться с таким огромным арсеналом весов, 100%. У меня дома одна гантель. Ребята, у вас карантинные вопросы. 10 килограмм. Делаю 50 повторений на бицепс. В зале делаю 20 килограмм на 10 раз. Хотя бы с этим весом 10 килограмм можно удерживать мышечную массу дома. Много повторами, чисто пампя. 100% можно, ребят. Важно же, чтобы вы дома питались, так же интенсивно, регулярно, как вы питаетесь при обычных тренировках. Плюс, оденьте, держите телефон в кармане день. И посмотрите количество шагов, сколько вы совершаете. Там есть шагомер везде. И вы увидите, что вы ходите сейчас раз в 10 меньше, чем в нормальном режиме. Поэтому вам придется реально бегать по лестнице дома, выходить на улицу, убегать от мусоров. Ну, от мусоров, ребят, не от полицейских. От полицейских убегать не придется. У полицейских есть мозги, честь, совесть, достоинство. И я уверен, что полицейские не будут бросаться на бабушек, на горожан, которые отошли на 120 метров от дома за хлебом, и пытаться их скрутить. А вот мусора будут. Поэтому мы за то, чтобы города были без мусора, правильно? А полиция нас бережет, стережет. И огромное количество достойнейших, потрясающих людей служит в МВД. Но в семье не без урода. В Госдуме тоже. Ну, там много. Короче, нужно больше движения, поддерживать физическую активность, питание. Потому что даже вот я понимаю, что благо предприятие работает. Я бы с ума сошел, если бы неделю дома просидел. Ку-8 подари. Ну, слушайте, я же не Тимати. Это Тимати может подарить гелик, знаете, раздать на Гиве. Я такое себе позволить не могу. И не вижу смысла. Потому что, наверное, эту машину нужно еще обслуживать. И так далее. Но мысль разыграть автомобиль у генетика была. Не такой дорогой, так скажем. Такая мысль была. Я не знаю, будет ли она реализована. Все-таки сейчас кризис. Будет ли достаточно это интересно. Но идея по розыгрышу автомобиля, брендированного, у нас была еще в 2018 году. Вруй. Не, в 2018, наверное, да. Мы к этому вернемся обязательно. Настолько ли страшна фарма, как ее демонизируют? Знаете, я думаю, что фарма настолько страшна, как ее демонизируют для девушек. А для парней она страшна чуть меньше. Ну, могу по себе сказать. Да, у меня очень длительный уже опыт, наверное, приемов фармакологии. И у меня не очень маленькие дозировки. Потому что меня иначе не прет. Тьфу-тьфу-тьфу. В данный момент негативных последствий по реологии крови, по внутренним органам, по изменениям, по самочувствию, состоянию, по психике. Я не наблюдаю, не наблюдают мои коллеги, не наблюдают врачи, с кем я консультируюсь, не наблюдают близкие. Я сам не вижу негативных изменений, существенных. Не считая липидного профиля, который реально едет у всех. То есть липидный профиль будет у вас съезжать. Индекс эстрогенности будет околокритичным. Я его, правда, смог выровнять. На меня очень хорошо подействовали МСТ масла. Middle chain 3-глицевидс. Неожиданным образом на 2 единицы снизился индекс и почти пришел в норму для человека. Это было удивительно. Поэтому принимаю их на постоянной основе. Немного, буквально 5 грамм в день МСТ я добавляю чистых, прям в протеиновый коктейль. Много полезных свойств. Улучшение усвоения микромахронутриентов и перистатики кишечника. Улучшение полезной микрофлоры кишечника. Усиливает энергообмен липидный. Ну, куча полезного. Ну, в моем случае именно фактор улучшения состояния липидного профиля. Это фантастика. Конечно, для очень многих ребят и дозировки в десятки раз меньше, чем мои, могут стать критичными и привести к непоправимым изменениям негативным в состоянии здоровья. Поэтому тут нужно оценивать, зачем вы это делаете. Если у вас это не ваша спортивная карьера, не ваша работа, не цель вашей жизни, то стоит избежать применения допинга. Если вы для себя решили, что это ваш путь, самое главное, что я понимаю, да, ни один культурист, применяя допинг, не делает плохо никому из окружающих. Это прям очень важный момент для меня. Поэтому я считаю, что должна быть полная легализация астероидов. Потому что человек, который кушает гречку, ходит качаться, он драться-то никогда не лезет, не лезут качки. Они адекватные. То есть, ну, прямо это нормально. Это не наркотики, где ради доз героина, да, то есть, человек готов вынести там бабушку в окно, украсть телевизор, холодильник, обокрасть ребенка, украсть плеер, телефон, ну, что угодно. Да, за дозу сделать. Я бы давно выдавал героин в аптеках. Пусть колятся, передознутся, сдохнут. Как бы, ну, вообще похер. Вообще глубоко. Каждый сам решает за себя, и главное, чтобы не наносил вреда окружающим. Каждому принадлежит его жизнь. Есть неотъемлемые человеческие права, и собственная жизнь принадлежит человеку. Никто не имеет права ее управлять и за нее отвечать. Хочет выпилиться, пусть выпиливается. Это мне лично фиолетово. Я не видел, не слышал случаев практически, за очень редким исключением, когда людей насильно заставляли принимать тяжелые наркотики. Это единичный случай, наверное, в нашей стране точно. Может, где-то там за границей подсаживаются специально, или когда людей крадут, да, происходит кража человека. Такое бывает. Но в основном все сами решают встать на этот путь из-за слабости характера, из-за непреодолимых жизненных трудностей. Но это личная проблема человека, поэтому я считаю, что ситуация такая. Ушел не в ту сторону. В общем, все страшилки, которые вы слышали о фарме, возможны. Фактор степени возможности проявления этих проблем нельзя проанализировать, нет научной статистики. Все, что вы можете слышать от специалистов, псевдо-специалистов по фармакологии, спортивно, это все их домыслы. Нет доказательной базы полноценной, кроме какого-то эмпирического опыта. Даже на 50 людях, если они готовили, ну, это такая себе выборка, не самая огромная. Плюс эти специалисты такие, все весьма посредственные, в большинстве своем. Так, поехали дальше, друзья мои. Фарш и питание, нахрен экономику. Я понял же, ребят, что вам важнее и вам более интересно. Добрый день. Руслан, у меня такой вопрос. Коллаген и LST Joint, вашей фирмы, как правильно принимать? Можно их принимать вместе или как-то отдельно? У меня есть проблемы в шейных суставах. Хочу попробовать курс. Мне бы пригодился ваш ответ. Во-первых, нужно все принимать, какая проблема у вас в шейном отделе позвоночника. И это очень немаловажный момент. Я в любом случае рекомендовал обратиться к хирургу на осмотр прийти. И, возможно, обратиться к остеопату. В плане профилактики вообще заболеваний и проблем с опорно-двигательной системой, я с вами согласен, применение LST Joint и коллагена точно нужны. Коллаген прям супер-супер. Для всех это кожа, волосы, ногти, опорно-связочный аппарат. И коллагена у нас не хватает. Я вам объясню, почему. То, что мы получаем с природных источников в виде хрящей и так далее, он тяжело усваивается. Там есть две минокислоты в гидроксиформе, которую не способны переварить наши пищеварительные ферменты. Наша кислота не расщепляет. Поэтому коллаген мало того, что нужно принимать. Все мы не будем принимать именно коллаген в форме гидролизата. Гидролизованный коллаген, потому что другая форма не будет усваиваться. Когда вам рассказывают, что это все фигня, купи желатин в магазине, добавь витаминчика С. Это херня, друзья. Пусть люди, которые вам это рекомендуют, изучат вопрос, насколько будет сильно усваиваться желатин. К сожалению, он не будет такой биодоступностью, как гидролизованный коллаген. Не нужно перегружать организм, так скажем, вопросами усвоения, выведения неусвоенных продуктов. Поэтому выбирайте для себя, не экономьте на себе качественный продукт. Да, однозначно, витамин С нужен в кучу. И круто какой-то продукт, например, экстракт шахповника. Кстати, на LST joint. Это комплексный продукт, там есть сразу и коллаген, и хондроитин, глюкозамин, витамин С. А там коллаген гидролизованный в составе. Можно применять вместе, я так и делаю. Я порцию LST joint обогащаю дополнительно порцией коллагена. Пью это все дело я на ночь, вечерний прием, так скажем, не прямо перед сном, вечерним приемом за пару часов до сна. Вот. Можете применять, думаю, вам будет такой режим, подойдет. Есть какой-то совет для восстановления подвижности в суставах. Травмы не было, у меня нестабильность. Из-за нее теперь тренироваться нельзя, да и шея плохо поворачивается. Так, нестабильность шейного отдела у меня тоже. Меня в детстве ударили в голову ногой. Заметно, да, по мне? Вот. И я упал с лестницы, летел кубарем, у меня было смещено 4 позвонка из шейного отдела. Мне тоже нельзя заниматься спортом, нестабильность и так далее. Конечно, это легкая гимнастика, повороты, вращение, наклоны. Причем вращение не по кругу, да, вы знаете. По кругу вращать нельзя. То, чем учат всех на физкультуре в детстве, этого делать нельзя. К сожалению, учит нас плохо преподавательский состав. То есть, мы должны быть полукруговые движения за вперед, да, не проворачивая по всему кругу и так далее. Легкая гимнастика, удобная подушка, потому что именно во сне у нас очень много времени находится неподвижно. Шейный отдел, и было бы очень ценно, очень важно, если бы вы спали на хорошей подушке. Вообще, почитайте о том, как вы должны спать, в каком положении. В зависимости от ваших габаритов. Матрас, на котором вы спите, да, и в определенную степень жесткости. На матрасе нельзя экономить. Пусть лучше у вас не будет кровати вообще. Лучше спите на матрасе, на полу, но матрас должен быть хороший, качественный. Это очень важно. На самом деле, рекомендация для вашей шеи будет номер один. Комфортный сон, хорошая подушка, хороший матрас, прохладный воздух, возможно, эфирные масла в аэраторе на ночь. Правильное питание, правильный водно-солевой баланс, дорогая. Это очень важный момент, из-за которого тоже могут быть серьезные боли в шейном отделе. Как правильно пить элькарнитин? Ртом. Правильно пить ртом. И в идеале делить его порцию на до, во время, после тренировки. Можно применять в течение дня. Я считаю, что не требуется дозировка выше 5 грамм, хотя от очень именитых спортсменов я слышал, что они до 20 грамм доходили и ощущали этот эффект явный. Не знаю, мне кажется, 20 грамм реально будет дристать, потому что перестать у кишечника элькарнитин может усиливать сильно. В действительности рабочую дозировку можно обозначить от 1 грамма для людей с дефицитом элькарнитина. Ну, возможно, для спортсменов из-за повышенного энергообмена и так далее. Все-таки рекомендуемые всеми 5 грамм суточные будут хороши. Я бы, если идеальный вариант рассматривать, я бы, наверное, 5 раз в день по грамм выпивал, но это сложно. Поэтому я пью элькарнитин вот до утром обычно, во время тренировки и после выпиваю. И, конечно, лучше всего проявляет он себя при кардионагрузках. Имейте в виду и не забывайте про кардио послесиловой. Хотя сегодня я делать не буду, у меня просто нет времени. У меня в 12 уже встреча, нужно будет ехать. На самом деле у меня села камера. Я уже почти всю тренировку сделал. Пока, благо, поставил позаряжаться. Аккумулятор была под рукой зарядка. Закрылись. Закрылись вопросы ваши. Сейчас подгружу быстренько. Ну, как быстренько. Получится. Сейчас сбегаю к дому, к вай-фаю. Неплохой вопрос. По каким анализам можно определить, какая еда усваивается, а какое пустое место для организма? Спасибо. Первый анализ, какая еда усваивается, это ваши ощущения в животе, пустого вы поели. И, соответственно, ваш кал после опорожнения. Ну, надо быть честным. Как-то я, мышь, тут не дети. Да, ну вот так это все определяется. Что еще? Если хотите узнать, какая еда для вас более полезна, можно сдать генетический тест на продукты питания, которые вам больше подходят. И еще вариант сдать на аллергены. Анализ. Если вы поймете, что вам есть не стоит, что для вашего организма является условно ядом. И анализ кала можно сдать, посмотреть, как мясо усваивается и так далее. То есть, по калу будет, по анализу понятно. Ну, вот мы с вами получаем на выходе анализ кала, анализ личного самочувствия, анализ на аллергены и генетический анализ пищевого поведения и предрасположенностей. Вот. По деньгам. Сколько у вас ежемесячно уходит денег на себя? На зал питания и так далее? Ну, знаете, я не считаю, я не считаю лично на себя расходы, поэтому мне очень сложно сказать. Поэтому я не буду придумывать и обманывать. Я не очень много трачу. Я сам питаюсь очень нескудно, конечно, естественно, но просто. Я питаюсь очень просто. Никаких изысков. Я не очень много ем сам по себе. Абонемент в зал, куда я хожу, стоит около 55 тысяч за год. Хожу я в сеть Спортлайф в Санкт-Петербурге. Но, опять же, абонемент я не покупал, мне его подарили. Ну, потому что, как бы, это я. И залу тоже хорошо, что я туда хожу, и я там сториз снимаю, да, периодически. Это обоюдно. Всем хорошо, поэтому нет, я тоже абонемент не приобретал самостоятельно. Понятно, спортивного питания ем очень много. Но, естественно, у меня на него очень хорошие цены по знакомству. Знаю, там пару человек в генетике. Поэтому не хочу обманывать, я не веду бюджет по расходам. Я вообще не очень люблю такие вещи считать. Я считаю, что нужно бояться не больших расходов, а маленьких доходов. Я всегда от этого отталкивался. Так скажем, бюджетированием, на самом деле, основным занимается мой партнер. У нас очень хорошо разделены обязанности в компании. У нас нет какой-то конкуренции друг с другом. В этом плане мы очень хорошо командно работаем и являемся хорошими, классными специалистами в тех сферах, в которых мы, в сферах своих обязанностей. На самом деле, это, наверное, самое важное и ценное вообще в бизнесе – это команда. Потому что, ну, в одно рыло такие вещи не вывести. И возлагать на себя все лавры достижения невозможно. Скажу вам так. Вы должны всегда очень ценить людей, которые с вами вместе идут. И даже если вы реально гений, вы прям, ну, вы талантище. Вы гений, вы пашете круглосуточно. И от вас зависит 95% успеха того, что вы делаете. То есть, ну, практически все – это вы. Но поверьте, даже 95% зависит от вас и остается 5% того, что делает команда. Без этой команды, без этих 5% не будет результата. Осознайте в какой-то момент это, и тогда все ваши начинания, ваши действия и ваш успех смогут прорастать еще сильнее. Я просто слишком многих знаю, они такие, блядь, вообще это все я. Да ни хера это не все ты. Да даже 99% зависит от тебя, без этого 1% не будет финального результата, который и является целью и приносит основные блага. Запоминайте, я старый дядька, я уже что-то понимаю. Немножко. Руслан, привет. При перелете на самолете по стране не возникают вопросы у нашей службы безопасности в аэропорту. Что за банки и порошки в багаже или ручной кладе? Есть ли необходимость с собой взять из спортпита? Слушайте, по спортпиту, когда он в заводской упаковке, вопросов нет. Нет, зачастую я в одну банку готовлю себе коктейль. Например, я себе беру протеин с собой, 150 грамм баночки протеина, генетика. Я вот зачастую, понятно, еду там на 3 дня. Значит, мне будет хватать 2 банки таких, да, то есть 300 грамм порошка мне нужно. И я могу туда, там, понятно, есть место свободное в банке. Я туда часто сразу же кидаю лецитина, туда же креатина, туда же МСТ масла, встряхиваю. И то есть мне не нужно брать дополнительные банки. Я пересыпаю капсулу зачастую в какой-нибудь пластиковый кейс для таблеток. Вопросов не возникает. Один раз я ехал в Турцию, у меня была подготовка, у меня была с собой реально коробка. То есть у меня была коробка, прям большая коробка всего. Протеины, банки, креатин, ну все, там реально была куча. Меня остановили, попросили объяснить, зачем это. То есть там реально, то есть у меня был вопрос не в том, что это или запрещено. Они думали, что это коммерческая партия. Я объяснил, что I am bodybuilder from Russia. I need to prepare for competition. И, короче, нормально, все, проехало. По гормону, по ампулам вообще ни в одной стране мира не задавали вопросы. Вы понимаете, я пролетел в 19-й год, 69 городов посетил. Наверное, половина из них точно находится за пределом Российской Федерации. Вопросов никогда, нигде не возникало, ни разу. Да, в странах с весьма серьезным контролем. Таких, как там Германия, Евросоюз, Испания и так далее. Замигала лампочка. Но, конечно, рекомендую сюда брать с собой минимально необходимое количество, чтобы вам было комфортнее. Конечно, да, я вручную кладь тоже закидываю. Вопросов не возникает никогда. Как подобрать себе фарш по анализам крови? Основные хотя бы моменты. Базу, пожалуйста. Знаете, я в это не верю. Питание по группе крови. Видите, даже если у вас завышенный пролактин или эстрадиол, да, и казалось бы, вам нужно смещаться в сторону тех или иных препаратов, которые не так сильно влияют на эти гормоны. Ведь вы не знаете, какая у вас будет конвертация. Поэтому я сторонник, на самом деле, в начальном этапе того, чтобы вы пробовали соло определенный препарат. Смотрели, во-первых, его отдачу, эффективность и реакцию на один препарат. И, следя из этого, можно будет уже делать выводы постепенно. Потом смотреть, что работало лучше всего. И со временем начинать комбинировать. Это длинный путь к культуризм, и не все готовы к длинному пути даже на фарме, да. То есть, понятно, можно с головой окунуться сразу там в компот из пяти препаратов, а можно идти постепенно и постепенно. Не все на это готовы. Сколько спортсменов в команде генетик? Я не знаю. По анализам крови я потом еще обязательно пробегусь, ребят. Я обещаю, просто лампочка красная мигает, хочу закончить всем ответить. Не знаю, сколько спортсменов в команде генетик. У меня есть менеджер, кто занимается командой, и я, то есть, в принципе, знаю только топов. Либо тех, кто хорошо работает, их репостит в группу генетика. Когда ребята меня отмечают, я их тоже выкладываю, мне не жалко, они очень радуются. Отправка генетика в другие страны есть, батончики мы сделаем, когда будет на это время. О фитнесе в Беларуси мало что знаю, не могу сказать. Слышал, что все. Если в России все плохо, то в Беларуси, скорее всего, еще хуже. Все успел. Ваши вопросы в комментарии, с вас лайки, если вам понравилось. Благодарю, что вы с нами. И помните, кто больше всего наберет лайков под этим видео за свой вопрос на будущий ролик, тот получает от меня в подарок шапку. А может еще и футболку, если они приедут на склад вовремя. Сейчас проблема с тем вирусом головного мозга, истерии массовой. К сожалению, границы плохо работают. Вас всех люблю, крепко обнимаю. Скоро, кстати, генетик будут скидки. Следите за инстаграмом русулсупер, там будет вся информация. Кто из команды неленивые задницы, те тоже информацию выложат. Берегите себя, не поддавайтесь массовой истерии. Тренируйтесь дома пока. Кто может добраться до зала, я за вас вообще очень рад, вам повезло. Сижу на холодном бетоне, жопа замерзла. Пойду закончить тренировку, и у меня потом будет 30 минут доехать до китайской границы. До офиса. Всем пока.